Служа закону, служу России. Такую фразу произнес каждый из 350 новых слушателей Центра профессиональной подготовки имени Тинькова. Среди них будущие сотрудники спецподразделений ОМОН, СОБР, которые будут служить по всей России, и работники подмосковной полиции, начиная от патрульно-постовой службы и заканчивая уголовным розыском, отделом дознания и следователями. В нашем Центре профессиональной подготовки не только они обучаются, здесь наш преподательский состав и весь личный состав учебного центра воспитывает чувство патриотизма. России, именно смелости и преданности своей родине и свои присяги, которые они сегодня будут принимать. Надеть на себя форму для некоторых новобранцев было не впервой. Виталий Пигалев до поступления в Центр профессиональной подготовки работал по контракту в спецназе внутренних войск. Служение закону считает своим призванием и только в этом направлении видит дальнейшее развитие. Я это понял еще со службы в армии, что это работа действительно для меня, настоящая мужская работа, где место только настоящим мужчинам, где нет трусости. Но эта работа не только для настоящих мужчин. Много женщин идут служить родине. Юлия Кобзарь закончила педагогический университет по специальности юриспруденция, но захотела продолжить учебу и стать инспектором по делам несовершеннолетних. Есть многие службы, есть многие подразделения, где женская помощь, женская работа просто необходима. Например, как в работе с детьми. Я думаю, что женская рука и женское внимание будет намного ближе ребенку, нежели чем мужское. В зависимости от выбранной специальности и уже существующего уровня образования, слушателям предстоит провести здесь от трех до восьми месяцев. Юлия Погосян и Адамия Катерина Чернышева. Видное ТВ.